Сотни тысяч просмотров в интернете. Беременная фитоняшка из Австралии Шантель Дункан изменила представление о беременности. На девятом месяце она боксировала, поднимала тяжести, а ее живот при этом выглядел так, как будто она проглотила шарик. Элементарное упражнение, как вращение тазовых костей, очень будет кстати для беременных. Анастасия Михайлова тоже работает фитнес-инструктором и тоже беременна. Но за своей коллегой Гнаться не собирается. Из спортивной программы она полностью убрала поднятие тяжести и упражнения на пресс. Это огромная угроза выкидыша. При выполнении упражнений мы задействуем с малышом. Мы работаем не одни. Поэтому то, как он себя чувствует, так же чувствуем себя мы. Ему не нравится, нам неприятно, ему некомфортно, соответственно, и мы не можем этого делать. За пять месяцев Анастасия набрала лишь два килограмма. Вообще же врачи рекомендуют при беременности заниматься плаванием, пилатесом, йогой. Ведь при поднятии тяжести растет мышечная масса, и женский организм начинает вырабатывать мужские гормоны вместо женских. Соответственно, когда у нас происходит вот этот дисбаланс, то мышцы передней брюшной стенки, они приходят в тонус, соответственно, могут провоцировать повышение тонуса и матки в том числе. А это опять же угроза выкидыша, ведь во время беременности женщине нужен отдых. В головном мозге должна быть доминанта беременности, которая охраняет, прежде всего, плод и беременность. А если у женщины беременной другая доминанта сохранения своей фигуры, это уже неправильно, конечно. Привести фигуру в норму можно потом, считает Анна. Родить девушка должна буквально на днях. Все девять месяцев она много гуляла и ходила в бассейн. Кто-то чересчур бережет себя и лежать на диване девять месяцев, это тоже такие же риски и еще хуже, я считаю. И в этом она права. Беременных фитонежек в Тюмени еще не видели, а вот будущих мам с ожирением очень много. Карина Закирьянова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.